Привет! Сегодня в видео я покажу как сделать ручной микрофрезер для ручной фрезеровки или вертикального сверления. В первую очередь рассмотрим необходимые детали, часть из них распечатаны на 3D принтере. Основание фрезера представляет собой подошву, на которую будут устанавливаться другие элементы, а сама подошва имеет гладкое основание для перемещения по поверхности. Вторая деталь это каретка, которая будет перемещаться вверх-вниз для регулировки глубины фрезерования или сверления. И также именно к ней будет крепиться рабочий инструмент. Следующая деталь является верхней частью фрезера, она будет удерживать направляющие для обеспечения их параллельности. Данная деталь фиксирует рабочий инструмент на каретке. Также потребуется пружина, которая будет автоматически возвращать рабочий инструмент в нулевое положение. Болт М8 будет служить ограничителем глубины фрезерования или сверления. Болты М3 с шайбами и гайками служат для фиксации рабочего инструмента. Линейные подшипники подвал 8 мм служат для плавного перемещения каретки с рабочим инструментом. И собственно сами направляющие 8 мм длиной 150 мм для перемещения каретки. В основании необходимо установить удлиненную гайку М8. Также дополнительно приклеиваю ее с помощью суперклея. В процессе работы с суперклеем лучше использовать перчатки. Это позволит не замарать руки. В каретку запрессовываю линейные подшипники. С помощью болтов М3 устанавливаю на каретку фиксатор рабочего инструмента. В основании устанавливаю направляющие 8 мм. Закручиваю ограничительный болт. Устанавливаю возвратную пружину и далее устанавливаю каретку с запрессованными подшипниками на направляющие. И теперь устанавливаю верхнюю часть, запрессовав в нее направляющие. Сейчас вы наблюдаете на своих экранах финальный вид оснастки. И ее функционал, который расставляет с собой плавное движение вверх-вниз, а также автоматический возврат в начальное положение. И возможность ограничения движения вниз на определенное расстояние с помощью ограничительного болта. В качестве рабочего инструмента может быть использована бормашинка. С ее помощью производится фрезеровка или сверление необходимых деталей. В качестве рабочего инструмента может быть использована бормашинка. 775-го мотора в качестве рабочего инструмента. Правда для его установки потребуется использовать адаптер кольцо. обработали бормашинка. Надеюсь, это может быть и шер Для удаления пыли во время работы на основании предусмотрено отверстие для крепления шланга от пылесоса. Перед началом работы выставляем с помощью регулировочного болта необходимую глубину, ограничитель не позволит просверлить или профрезеровать отверстие до большую глубину и можно приступать к работе. В качестве примера просто выфрезируем надпись на листе ДСП в ручном режиме. ДСП в ручном режиме ДСП в ручном режиме ДСП в ручном режиме ДСП в ручном режиме ДСП в ручном режиме